а здрасьте а мы продолжаем дары кавказа первый раз у меня такая фигня что по сути дела первый день идет еще утро а у нас уже третья серия но ничего страшного в общем-то скоро у нас начнется адская движуха прошлый раз друзья мы с вами затюковали вот это вот поле соломку соответственно сегодня надо эти тюки отсюда убрать отнесем их на хранилище которые у нас есть отвезем ну и соответственно будем уже готовить это все дело к посеву надо нам объединить эти два поля и перепахать здесь все и удобрить и короче что-нибудь засеять а еще если останется время надо нам корм для наших животных делать поэтому короче работы валом и сраная монетка опять она слушайте надо ее отсюда достать тюки мы увы будем собирать с помощью краза потому что потому что пока что ничего другого у меня нету я думаю вполне себе пойдет нормальная машинка поехали сначала с помощью этого кразика заберем монетку а то она там орет все время когда там проходишь выезжаем она тут где-то полна крыши должна быть можно вот так вот даже подпорочку себе поставить как-нибудь нет так не забраться вот же жгодство давайте вот здесь попробуем все мы на крыше и вот она эта сраная монетка еще 98 штук здесь осталось я не буду охотиться за ними будет попадаться где-нибудь мы ее будем брать то кстати там писали в комментариях по поводу того что есть спрятанная техника ребята на меня не очень сильно интересует если честно все таки мы здесь играем на вот такой вот а там все буржуйская так что пофиг на нее увидим где-нибудь подберем и продадим за копейки ездить ее собирать тоже опять-таки не очень хочется ладно погнали давайте собираем тюки в наш кузов другого варианта я пока что не вижу не охота совсем брать платформу специально повозим я думаю их и так правда не знаю как это будет выглядеть со стороны я думаю нормально еще вопрос сколько их влезет потому что их сюда влезет немного вообще кстати у краза расширяется кузов лапсы и все в минус 1 можно вот такой вот сделать куда ж ты падла покатился то стой ты все равно туда запихну понятно коллизии в этой штуке нету у бортов или есть непонятно как это это дело работает вроде они даже сильно не падают давайте еще один туда закинем при нас как падла много получилось да не очень красиво это все дело выглядит они кстати вот что самое интересное не укатываются из прицепа не вываливаются давайте попробуем походу не вываливаются хрену знает как это работает так понимаю раза три нам да понятно больше трех раз надо будет съездить ну ладно а если мы просто здесь проедем они высыпятся они нихрена не высыпаются если здесь просто проехать гадство высокие борта никакого смысла вообще здесь не имеют ладно достаем тогда так и вот так вот их закидываем и что они не закидываются давайте исчезать а понятно вот же я придумал опять себе геморрой а я чё-то последнее время стал это все дело очень любить в частности геморрой какие-то задачи все ставлю которые можно легко решать ничего знаете это жизнь фермера ничего страшного вася нас сильные тюки может так поносить чё уж тут об которому потеряли по дороге погнали еще соберем а здесь есть выезд близко отлично чтобы кругами не ездить надо как-то аккуратно складывать например их вот так вот сразу укладывать что по ней лежали нормально они друг на друге и может быть больше штук можем увести таким образом все равно тут нихрена не видно не угадаешь как их ложить едва вряд они не могут лежать вместе дам жаль 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 еще один вот так вот сюда и ремней так понимаю у краза нету можно было применями хотя бы их попри по привязывать по 4 штуки возить что ли да не самое лучшее решение проблемы которую я себе сам создал ну ладно давайте увезем да и все так стоять я так понимаю надо вообще подальше туда закидывать потому что здесь они в упор не исчезают вообще ни хрена чё подтолкнем не проблема все исчезли поехали за следующими шесть штук осталось два раза по три можно сделать пять каких 57 смысле я у меня с математикой плохо знаете ли вася фермера он научился в школе плохо в плане складывать простые числа какие-то так один есть зато он может зато он сильный он в качалку зато ходил такой вот он молодец и x очередной тюк еще один еще закинем вот этот вот самое главное что еще будут браться деньги за за это самое за хранилище да эти тюки продать будет наверное что с ними по-любому надо будет делать это может кормосмеситель принимает ух ты ж ежик аж повыскакивала все эх вася вася что что это самое трохи криворукий но ничего ничего страшного вот вы ребята если вам нечего делать можете он тюки на кразе возить разбавить и сказать сущность бытия твою мать что я опять несу а и x подъехали запрыгиваем в кузов и выгружаем всю эту дрянь закидываем ее просто туда и у нас еще три осталось не на работу так-то мы выполнили свою правильно кто бы что не говорила хоть какое-то хоть как-то мы упростили можно и ручками было это все дело поносить может такое не любим правильно хотя может быть это было бы проще а может быть и нет ой я случайно перевернул краз и оттуда все на хрен повываливалась учит у нас урал кстати че его кразом-то называю я просто не шарю все последние к иди-ка сюда к чем эти в кузов закинем и поехали отвезем на наш супер склад супер склад тюков она хон пару штук лежит и x приехали но запрыгивай же и трехочковые просто броски никто так обычно конечно не делает делать столь погрузчиком то или еще чем-нибудь но вася у нас не ищет легких путей короче погнали припаркуем обратно краза у нас теперь кучу полевых работ сегодня намечено до начала друзья добро пожаловать в магазин опять-таки нам нужно купить плуг и видимо придется брать вот такой вот замечательный двухметровый всего лишь плужочек который стоит немного но у нас нет мощного трактора чтобы убрать что-то пошире поэтому пока что покупаем а именно вот этот вот у нас тут он а рядом появился я надеюсь что у нашей мтзшки будет хватать мощей для того чтобы вот этого дела тягать потому что знаете ли есть вероятность того что все может быть плохо в итоге в общем-то поехали домой начнем по тиху пахоту соответственно друзья наша задача сейчас аккуратно объединить эти поля и это у нас не 19 ферма тут возможности переделывать просто терраформингом такой не будет я думаю может начнем наверно с другой стороны там как-то все поровнее чтобы приловчиться и к плугу и ко всему остальному размеры его как-то пронюхать и как он работает тоже понять айтика опустим вот это вот все дело и поехали первую проходочку сейчас вроде норм не знаю как по мне вполне нормально пойдет когда будет все засеяно никто ничего не увидит никто ничего не узнает давайте соответственно с пару штук таких вот сделаем сейчас со всех сторон по бы реку я думаю здесь хватит места до чтоб нормально разворачиваться без проблем поехали с другой стороны что-то думать на самом деле с другой стороны как-то даже стрёмно это все делать но я постараюсь сделать аккуратно ничего не обещаю я все-таки как уже упоминалось василий у нас немножко криворуки нам нужно аккуратненько с закруглением как-то прийти вон в то поле наверное примерно вот так вот это будет начинаться можно даже чуть левее взять давайте вот так вот закругление ну да ровно настолько насколько это возможно чтобы было ровно но ничего я думаю будет в целом норм когда будет она все какими-либо культурами я думаю будет вполне нормально что ручками сейчас надо вот этот вот аппендикс сейчас перепахать по-быстрому я бы валерону эту работу вообще не доверял ну что друзья вроде как нормально нам надо пойти поискать валерона какого свободного потому что остальное объединение вся вот эта пахота я ручками делать вообще не хочу я думаю вы понимаете что это ну логично да и валерон мать ты где в общем то друзья валерка поехал работать пахать и мы его трогать не будем надеюсь он будет все прекрасно делать а мы давайте-ка пока что вернемся к нашим баранам смысле овцам и коровам кто-то в комментариях написал что вот это максимальная вместимость идет для потенциально забитой полной этой самой коровника и овчарни ни хрена подобного друзья если мы добавим сюда еще одну корову все эти цифры вырастут поэтому да им надо реально дохренища воды соответственно нашим коровкам и овечкам нужна трава и и силос еще нужен дам коровам еще сена надо блин а где же его взять то значит друзья что мы делаем нам надо заготовить немного силоса до завтрашнего дня я думаю мы три прицепа заготовим силоса давайте еще коровам нашим дадим один прицеп травы а овцам тоже еще один прицеп травы и соответственно давайте прицеп силоса на овец и я думаю кстати насколько у нас прицеп то по объему я чуть как-то подзабыл на 9 600 у нас значит давайте действительно два прицепа травы мы заготовим на силос забьем кормушку у овечек и немножко подкинем нашим коровкам в общем то поехали косить траву а здесь хрен выедешь да я понял так валерка если ты будешь халтурить я приду и и носу тебе на голову понял если сделаешь плохо я за тобой слежу я здесь рядом в общем то у нас тут сразу же за переездом есть лужайка с травкой которую можно косить чем мы наверное собственно сейчас прямо и займемся включаем наш супер крутой комбайн и погнали набивать это все дело травой прошлый раз этот прицеп прекрасно и воспринимал да и сейчас тоже в принципе воспринимает так что набираем себе немножко травушки муравушки отсюда и везем это все для начала в силосную яму кодистина кодистина короче друзья смотрите трехи я тут выкосил 4 прицепа я отсюда забрал три из них я выспал в силосную яму один привез к нашим животным я на самом деле тут так посмотрел овцам трава не особо нужно на 6 дней у них 11 кубов уходит тут на два дня минимум у них есть а коровка мы выспим хотя им тоже не особо сильно надо поэтому поехали выспим это все дело коровочкам прям с комбайна прям вообще свеженькая просто вот аж не могу они будут считать что попали прям в рай потому что как у меня их кормить нигде не будут а потом они пойдут на супер вкусные бургеры прям макдональдс я надеюсь они будут счастливы из-за этого выспаемом травку можно опять-таки открыть меню у нас здесь все это дело заполняется и в общем то на два дня у них точно есть ну и через пару дней нас кстати появится еще одна коровочка что в принципе хорошо погнали в общем-то парканем вот это вот все дело обратно на базу хотя не друзья соврал есть еще одна задача для этого комбайна он кстати валерончик наш уже поехал поле перепахивать и довольно таки оперативно он все это делает этим маленьким плугом спахал он вообще моментом примерно за такое же время как я первый прицеп этой самой травы сюда привез на силосную яму нам друзья надо эту силосную яму раскатать и накрыть соответственно чтобы завтра утром следующей серии у нас уже было здесь силос чем покажет нам сколько здесь до уровень заполнения 28 800 809 причем почему-то это скорее всего в трубе что оставалось поэтому такое некрасивое число в общем то это все дело нам надо сейчас здесь раскатать и ни хрена не видно из-за компаса на сколько процентов она раскатана это знаете ли не очень удобно можно в принципе вот так вот сделать и тогда мы будем в этом менюшке видеть что у нас происходит прессование 40 процентов но и нормально он быстро как оба и нам тут мало этой сечки точнее травы но она уже как сечка здесь считается так что сейчас пару раз туда-сюда обратно и все у нас все раскатано на вообще моментом идет к неудобно конечно здесь надо разворачиваться ездить может быть надо было прицеп отсоединить хотя с другой стороны прицеп тоже четко как-то минимально наверное раскатывает в этой самой силосной яме 89 90 91 процент отлично надеюсь последняя проходка у нас сейчас это все раскатаем до 100 процентов прессованием замечательно тогда выходим из нашего комбайна и накрываем все это дело пленочкой и все друзья у нас пошла ферментация соответственно в следующей серии у нас уже здесь будет силос и мы накормим наших овечек и наших коровок соответственно производительность у них чуть-чуть подрастет овечек должна быть на 100 процентов подняться точнее не на сто а ну короче стать сто процентов а у коровок процентов 75 должно быть вот тут пускай это все чудо техники стоит выражая его ставить не буду я этот прицеп фиг загоню в гараже если что нормально оперативно тут валерка работает кстати прям реально оперативная думал он 500 часов будет это все дело делать мне кажется он за часик исправиться можно обед его отпустить валер не хочешь на обед сходить а не хочется только начал работать чуть 10 утра вы чё какой на хрен обед о чем вы говорите она погнали еще съездим в магазин а точнее просто пока сделаем заказ в следующей серии друзья я уже за кадром засею поле для этого нам нужна сейлка поэтому покупаем мы вот этого чудо astro st 36 а охрененное название ну и ладно в общем то мы это чудо тоже покупаем не знаю почему тоже но в общем то покупаем а также берем вот такую вот хреновину для распределения удобрений 4800 она тоже стоит в общем то я друзья за кадром это поле все обработаю засею и в следующий раз у нас уже будет созревший урожай а еще друзья если мы посмотрим на карту частности меня интересует созревание кстати у нас лужайка травы есть прямо около наших этих самых около наших загонов для животных а чё это я прошлый раз не обратил на нее внимание это надо было там все выкашивать они к магазину ездить я очень то что хотел сказать смотрите 4 поле 7 поле 13 поле 12 18 эти поля у нас созрели но это не наши поля они созрели и там будут очень сладкие контрактики на уборку урожая они во первых принесут нам бабло во вторых они прокачают нам обмолоченную площадь что даст нам рейтинга рейтинг нам нужен мы его купим поэтому в общем то свободное время я этими полями позанимаюсь тем более нам нужно еще бабло потому что в следующий раз нужно будет купить комбайн и наверное еще и трактор надо будет какой-нибудь купить и культиватор и короче дохрена всяких покупок нам надо сделать и на данном этапе у нас основной вид заработка это сраные контракты поэтому придется немножко поупарываться в общем-то и позаниматься контрактами но друзья на сегодня у меня все не забывайте про ваши комментарии лайки чем их больше тем будет круче всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем всего доброго пока пока